О, надо только опустить теперь с дезол. Еще раз опустить теперь с дезол. Не совсем опустить теперь с дезол. Продолжение следует. Я тут супчик решила поесть, вообще как бы уже вечер практически, у меня тут есть мясико такое, холодно надо прикрыть. Как я тащусь от этого нового окна. Пристал, прикрыл и не дует. Короче, у меня есть мясико из, как он там, доброцент. Да. Я ж отсюда не вижу, там идет, нет, я до этого нажала, думала нажала, оказалось не нажала. У меня тут есть супчик. Остатки был и роскоши. Опустим моменты, что многие люди считают, что у меня никаких дел быть не может, и что мои дела это не дела. И когда меня спрашивают, ой, а что ты только еще встала, ты перепутала день с ночью, я говорю, ну знаете, вот если бы вы вчера меня не запрягли, делать то, что могли бы сделать сами. И услышали бы, что я сказала, что у меня свои дела, я хочу кое-что сделать, успеть, то мне не пришлось бы потом со сбитым графиком сна, скажем так, не спать и делать то, что я по зарезду должна была до определенного времени сделать. Но есть вещи, которые, ну вот реально можно сделать, только нужно сделать до определенного времени. Супчик у меня слегка остыл, я хотела сначала на камеру записать, но камера разряжная. Потом я вспомнила, что у меня есть волшебная лампа, и вот, что она у меня есть, то надо бы ее достать. Я покрыла крышечкой, я забыла, что все-таки опять полотенце вытрула. Я там где-то остатки хлеба есть. Короче, так получилось, зритель, Что есть, я села без двух минут, пять я сейчас на четыре, но... И вот люди, которые как бы знают, что у них есть свои дела, они их делают, но они почему-то не берут в расчет, что у других людей тоже могут быть свои дела. Может быть, мои дела, на их взгляд, это, ну, и не дела вовсе, а вот их дела, на мой взгляд, тоже и не дела вовсе. Такой вариант тоже может быть. И значит, люди, думающие, что у меня в часах, наверное, сто двадцать восемь часов в сутки, что я вообще ничего не делаю, даже когда меня просят что-то делать, это не дела, это так фигня. Если это так, фигня, почему сами не сделаете. Начинают быть недовольными. Вот, значит, я такая вся занятая, тебе пишу, узнать, как у тебя дела. А ты такая вся плохая, значит, мне говоришь, что из-за того, что вчера вместо своих дел ты делала другие дела, чужие дела, ты, значит, ни черта не успела и вообще уснуть смогла фиг знает когда. И меня не волнует, что у тебя кошка прыгала по тебе, кусала, царапала, одеяло стаскивала, под одеяло прыгала. И ты ее выставляла, врубалась и заново просыпалась. Что, допустим, сбой пищеварения по какой-то причине случился. Это все, конечно же, не волнует человека. Ну и недовольство такое. Я вообще тут занята, а ты мне тут звонишь. Думаю, ну если ты занята, зачем ты мне вообще-то этого писала, написала бы потом. Как у мирового дела, если вторая неделя идет непонимника. Если всю ту неделю я не могла сделать обычный редакт, в несколько, в 8 страниц этого текста. Даже не сказать, что мелким шрифтом, потому что не мелким. В общем, она, кстати, яркая, орла вот там. Я, правда, такой слоупок, я вместо «включить» нажимала на «перезагрузить». Думаю, что он у меня не получается. Она немножко убавит яркость. Так-то, может, оно поярче-то и лучше, но я вот, я не буду тогда на телефон смотреть, потому что у меня это, очень она яркая в глазах вот эта вот. Как на солнце посмотрите, и такие зайчики в глазах. И тут вторая неделя пошла, и опять одно, другое, пятое, десятое. Я там понегодовала, в эту телегу я вчера понегодовала, а потом удалила, потому что на один форум утаскивает один товарищ. Он, главное, лайкает меня в инстаграм, и тут же поливает дерьмом на форме. Для тех, кто смотрит спиной, с наушниками в ушах, с берушами в ушах или еще что-нибудь, я не знаю, как вам помочь, чтобы вы услышали, что, допустим, в предыдущем ролике, что практически в каждом ролике я говорю, что я ела, как готовила. Особенно, если я это готовила сама. Сейчас я ел суп-пюре, которое я ела в позапрошлом, в Мулмбаге. Тут у меня сметанка, я покупала в магазине в одном, не в магните, альпийская коровка. Ну, как бы там были хорошие молочные продукты. И вот эта сметана, я сомневалась, ну, сметана или это. И не зря сомневалась, а потому что там пальмовое масло и прочее требуга. Но я подумала, что оно в таком маленьком количестве, что, наверное, мне не должно быть плохо с этой сметаной. И никакой аллергической реакции не должно пойти. Я не знаю, с чего у меня вот вчера, вот за ночь, у меня вообще жуть, так очень сильно чесался лоб. Было такое ощущение, будто меня комар покусал. У меня, конечно, живет один комар, но по звуку я его не ощущала. Короче, что тут у нас? Мясной бульон, свиной плюс куриный. Три к одному. Три части сменого, одна часть куриного. Зеленая фасоль с кружками. Кабачок молодой. Я изначально его порезала, заморозила кружочками. И где-то так вот, ну, две части кабачок и фасоль. И одна часть тут ко всему этому. Может, хотя за двум. Или вместе, если их сложить, то отдать четырем. Капусты зеленые. Верхняя листья кочана капусты. Я их порезала, заморозила, потом добавила в этот суп. Я это все сварила. Добавила еще петрушки. И укропа с солью. Специально такая вот, как заготовка. Пробила блендером. Добавила кусочек сливочного масла. А также кинула одну чайную ложку семян тулся. Он же семена базилика. Фирма Золото Инди можно найти на Вайбере. 370 чем-то за 100 грамм я покупала. Ну, за 150 грамм там. 370 рублей за 150 грамм. Хватать надолго. Особенно, если про них забыть. Ну, потом еще добавила немножко соли. Вот сейчас при тебе. И заправила вот этой сметаной. Которая не совсем, на самом деле, сметана. Это альпийская коровка. 20-ти процентная. Не совсем сметана. Я хотела сделать бутербродик, потому что не аромат такой был. Ощущался, думаю, вот к этому супу подойдет вот этот вот. Балык. Я что-то забыла. Я что-то даже чайник не поставила. Да, я его еще не ставила. Но подумала, я вообще изначально хотела записать несколько роликов про лопат. Балка периодически его это как бы. Монтировать, изорвать. Но потом прочитала некоторые комменты на мыле. Людей, которые, знаете, вот здесь вроде нормальное видео, придраться не с чем. Но мы придумаем, чему придраться. Кошки в кадре сегодня нет. Потому что эта консульта немножко такая крупенькая. Она не рассчитана, что какое-то животное будет прыгать на это все с размаху. Пытается сдолбать. Поэтому кошка сидит в комнате со своими игрушками. И иногда может подавать голос. Хотя у меня еще и соседи могут подавать голос. Я не всегда понимаю, кошка ли это, а не соседи. Ну, знаете, когда маленький ребенок так воет, что у него режутся зубки и собака воет. Я помню, года два или три назад у меня была какая-то подписчица. И мы с ней эту тему обсуждали. Я говорю, как понять, это ребенок плачет, что у него зубки режутся или это собака воет. Звук такой непонятный. Оставил еще после того, как я посчитала каменты на мыле. Мне как-то перехватилось снимать видео. Потом я подумала, ну, каментов, что только два. Это не значит, что остальные зрители так же считают. Поэтому, если мне этого хочется, значит, этого требует организм. Раз этого требует организм, есть возможность у нас записать. У меня тут горень посуды. Я очень надеюсь, что я сегодня вымою. Потому что там еще небольшая горень белья. Я вчера планировала поклинить одну штуку, чтобы сдать ее так вот, сотрень-тропс, до нового года, но не получилось. Не понимаю людей, которые не хотят слышать, когда им говоришь, ну, знаете, у меня вот свои дела какие-то. Можно я их поделаю? Потому что был период в жизни, когда меня спрашивали, могу ли я помочь. Я говорю, вот сегодня не могу. У меня такие-то дела. Ой, да не оправдывайся, раз у тебя дела, окей. Делаешь завтра. Ну, или там другой день. А тут пошел период, снова здрасте с порогой, ну, типа, какие-то... Да какие у тебя могут быть дела? Да у тебя вообще никаких дел нет. Да твои дела и вовсе не дела. Главное, мои дела. Причем человек вспоминает о том, что ему что-то надо за день до этого. Я подозреваю, что это было вот то, что мне вчера надо было сделать. Как бы не вчера это узналось. Может, это у меня такое. Я в школу готовилась за неделю до тем. Есть у Huawei такая хреновая воз... Хри? Почему-то у меня опять поднялось. Чуть-чуть опущу. Короче, у Huawei есть такая штука. Когда вот есть одно приложение, чисто Huawei. Когда мне надо, чтобы оно мне вот напомнило о каком-то действии, оно почему-то иногда может забыть. А когда у меня включена камера, еще что-то, еще что-то, оно вдруг вылезет и вырубит с собой все. И вот у меня, оказывается, вырубилось на полпути. Я говорила, что у меня есть, типа, теперь, эти световые пятна перед глазами. Хурма, которую надо съесть. Я как раз успела уже поставить чайник. Так, если... А, я закрыла ее, надо ее убрать. Хоть она и не совсем сметана, но в холодильнике ее хранить тоже надо. Вот мне что удивительное, мясо тут сжало, и кошка его даже не унюхала. Ну, я, наверное, его... Не знаю, может, все-таки съесть мясо, а потом уже кусочек мяса съесть. Ну, что мясо все-таки надо есть хоть раз в сутки. Или хотя бы два раза. Раз в двое суток. Конечно, на дусочке могут это сделать. Я сейчас временно поставила на телефоне режим без лука. Ну, думаю, может, тогда это приложение не будет влезать. Главное, оно мне послало уведомление на три часа позже, чем нужно. Что вам вообще прикол? Ну, ладно, это первая запись с лампой на телефон. Какие-то эти... Или жесткие, или жировые штучки. Вообще, животное сожрет, потому что животное, если не дать, сожрет им так. Я сейчас попробую, то же самое делаю с желтым цветом. Так оно. Потом, когда я это все смотрю, тирую и выложу на канал, просто в комментариях дайте знать, какой цвет лучше. Освещение. Это холодный. Холодный этот самый. У меня тут есть смузи, я не знаю, он умер, я не знаю. По запаху и виду вроде все нормально. Он просто холодный был, я его поставила, думаю, он согреться, я его лучше. Еще мне очень не нравится у людей, я просто не знаю, как я дому привыкнусь, потому что, с одной стороны, я понимаю, что люди как бы обо мне беспокоятся, вот именно в такой форме. Причем это беспокоиться выражается так, что у человека после этого настроение испортится к чертовой матери и могут развиться куча комплексов. Вот не ходи с ней больше стричься. Она плохая. Ну, она как бы человек мне в свое время сделал, были у нас с ней конфликты, допустим, мне очень хорошо поступил. Ну, ладно, мы, может, допустим, друг друга не поняли, но, как говорится, это наши дела были. А и другая ситуация. Человек украл очень дорогую вещь у своего друга, который его знает практически с начальной школы, не признался и скинул эту штуку, ну, типа, стрелки перевел на другого человека. Человека вроде как, скажем так, практически поймали с поличным, человек не изменился, ничего, но штуку потом подкинул. И вот человек, который тоже как бы друг другого человека, вообще мне вне разговоров нет никаких претензий, да нет, она так это не могла сделать, да нет, это случайность, это, наверное, какое-то недоразумение, к ней никаких претензий. А вот девочке, с которой я общаюсь, хотя мы, в принципе, общаемся редко, и по большей части я приняла ее позицию и общаемся только, когда мне что-то надо, и при этом совпадает с тем, что есть что-то надо. Стабильно подвергаются критики, и мне при этом говорят, типа, вот не делай так, вот не делай так, не делай так, не делай так, я помню, я слушала, когда мне говорили, не снимай видео, потому что мы еще в ней только живем, ты еще за коммуналку просто платишь, но как бы при этом ждали, что я получу выплату, значит, с рекламных денег с ютубом, и что-то такое, куплю и угощу всем. С какой, ну, я пыталась объяснить, что типа, если видео не выкладываешь, то как бы это плохо за канал, нет активности, нет монетизации, то бишь, и зажрать хотим, а ничего делать не хотим, чтобы само все зажалось. А тут вот у тебя немножко не такая стричка, я вот вижу неровную волосину, блин, ну ты видишь эту неровную волосину, ну подойди, возьми ножницы, обстреди эту неровную волосину, я говорю, она мне делала напрямую пробор, я делаю нахрен знает какой пробор, поэтому как бы возможности не напрямую пробор сделать эту стричку, прическу точнее получится, уже как бы не совсем ровно. вообще эта проблема с волосами меня дико забивает, был какой-то момент, что мы заговорили, что мои волосы мы не трогаем, хотя бы год, и недели они продержались, на том, конец и провода. И так как, ой, а что у тебя живот? Не при старе сказано, не сварение желудка по этому животу. Как бы, вежливый, нормальный человек никогда не будет тыкать в голову его какие-то комплексы, какие-то его недостатки, чтобы у человека разверлить комплексы или еще что-то, или портилось настроение, пошли сомнения, и человек вообще что-нибудь с собой, не стал есть там, или стал вообще с людьми общаться. Причем это делается без плохой мысли, без задней мысли. типа с любовью и заботой, но когда человек делает что-то с любовью и заботой, он сначала смекает, как другой человек воспримет эти слова, по идее. В итоге, когда мне говорят, ой, что это заплатье? У меня до сих пор еще идет отголосок прошлого, что заплатье наверняка страшное, что мне нельзя было сюда приходить, что теперь люди засмеют близкого человека, потому что я надела это платье, а надели, ой, хорошее платье. Может быть, это, конечно, не та тема, которую надо обсуждать. что у меня тут такое было? Кошка сушеный цветок с окна сюда приволокла. Он, если высыхает, он становится похожим на кровь, если его вот так вот помять, естественно. Но, как бы, скажем так, меня просто достало. поэтому второй муклак снегозуя. Я не знаю, люди, вы как боретесь, когда вот ваши там близкие люди вам говорят, знаешь, вот так, ну, я думаю, надеюсь, что есть такие люди, которые, примерно в моей ситуации, у тебя там какие-то не совершенно похожие. Сделай с этим что-нибудь. Это, в принципе, равносильно, как пишут любители сказать человеческое слабцов-камент и не обозвать это критикой, хотя рядом с критикой не стояло. Например, ой, у тебя зубы молочные, они еще не выросли, когда они вырастут. Самое интересно. Или, когда копаться человека в очках, что он в очках. или как мне товарищ тут стирал, что я неправильно делаю, хотя делаю так, как он советовал. И когда вроде как пытаешься таким людям говорить, вот я поняла, у них вообще с моим другим близким человеком, вот это вот, когда говоришь, ну, как же, ну, ты же показывал, вот именно так надо было делать. А, это очень плохо говорить обо грехах прошлого человеку теперь. Вроде даже и не тыг, я просто говорю, что ты, ну, типа, делай так, как ты мне показал. Чего проблема? Ну, ты же в той главе делал именно так. Мало ли чего я там делал, если ты предъявляешь претензию к кому-то, ну, как бы, это, обоснуй и за собой тогда смотри, что ты предъявляешь претензию, значит, у тебя в прошлом или в твоем настоящем, в твоей реальной жизни такого нет. Значит, ты, если ты предъявляешь претензию к чему-то, значит, ты сам делаешь это идеально, и поэтому тогда имеешь право предъявлять претензию. Иначе смысл. Вот и тут до сих пор так же. Когда я говорю, я сегодня занимаюсь такими-то делами, ну, я хочу делать такие-то дела, я жду, что человек, да, хорошо. Меня как бы не трогает. А человеку плевать хотел, что я только что сказала, прислушал мимо ушей и хочет, чтобы сделала так, как хочет он. кошка потом тоже живут. И, соответственно, ну, как бы, хочешь, не хочешь, говоришь, ну, я вообще-то тут свои дела пыталась сделать. Не, ну, чё тебе, это же быстро, а это совсем не быстро обычно. Потому что человек никакой там ответить не даёт к тому, что ты должен сделать. А когда начинаешь спрашивать и понимаешь, что ты делаешь совсем не то, что от тебя ожидают, потому что не то, чтобы объяснить не смогли, просто не сказали, что ты сама поймёшь, что им надо. надо. То, конечно, ты становишься уже как бы неправ со всех сторон. Я, значит, это вся такая неправильная. А когда понимаешь, что это уже больше времени, чем можно, занимает, и ты вообще уже ничего не успеваешь, спрашиваешь, ну, что конкретно тебе надо? А, ну, вот мне надо на завтра, ну, вот это ты, ну, ну, ладно, тогда можешь и не скачивать, и уже идёт такой вот, как бы, э, ну, и не надо. Ну, ты уж определись, надо тебе или не надо. И когда в результате ты всё-таки делаешь то, что человеку надо, а на свои дела уже вообще забиваешь, то как бы внезапно на следующий день выясняется, что это ты со всех сторон суперплохая, тут мешаешься нахрен, и какие вообще у тебя могут быть дела, да я тебя и трогать-то не буду. Это как моя бабуся была. Если что-то не понять, то ты плохой. Если у тебя какие-то там проблемы, и ты физически что-то не можешь, что ты суперплохой. особенно если ты потом что-то, ну, бабушка, поможешь тебе что-то? Я помню, в 5 лет, и мне очень нравилось мыть пол. Мне мама показала, я значит, мыла. Считается, что ребёнку надо в этом возрасте как бы приучать ей говорить, да-да, ты всё правильно сделать даже если не совсем правильно. Мне было сказано, ты всё неправильно делаешь, ты чумел бы, тебе это не надо делать. Ну, не надо, и не надо, я не предлагала мыть пол там хрен-то до какого возраста. А потом, в 15-16 лет узнаёшь, что я такая вся туперплохая, ленивая, не предлагаю ей помочь. Хотя всегда, ну, как бы, обчём-то помогаешь, предлагаешь помочь. Ты не так делаешь, мне твоя помощь не нужна. Ну, не нужна, не нужна, ну, раз не нужна, значит, не предлагаешь. Я считаю, что это всё единственное, как-то прививать, а не потом, спустя годы, выть, что человек плохой. Не смог прочитать мысли. Кстати, очень хорошая форма продаётся, но магнития тоже мне попадалась хорошая, иногда без зёрен, а вот второй раз в разных магазинах покупаю по одной цене, 140 рублей за килограмм. И мягкая, такая сочная, и очень редко, чтобы зерно попадалось. И сладкое очень. и ещё и можно нарезка. И ещё и можно нарезка. Для тех, кто вопрошает, как я это готовлю, я сходила в магазин, купила, помыла, ел. Вот это я купила в магазине. Достала из упаковки, переложила в пакет, порезала и ем. Такая же врядка, ложись часов 9 вечера спать, полдесятого звонок на домашнюю, по телефону. А вот мне надо то, то, всё, пятое, десятое, а я где-то вот уже вот как бы сплю. Хорошо, если полдесятого. Это может и полодиннадцатого, а у меня по умолчанию где-то так в 9.15, ну, сейчас 9.15, раньше было полдесятого, телефон переходит беззвучный режим на ночь. И уже. Я типа полодиннадцатого звонил, чё-то ты мне не призвонила. Чё-то ты трубку не видела. Я считаю, что полодиннадцатого можно звонить. После десяти можно звонить в крайне редких случаях, когда что-то такое акционное случилось. Они, ой, знаешь, а как вот скачать вот эту фотку с этого-то сайта? Или чё, какую-нибудь хрень, без которой как бы можешь прожить до следующего дня в поле спокойно. Очень вкусная. Называется просто хурма. Может, там какой-то сорт, конечно, у нее есть у этой хурмы. в поле спокойно. Чё-то тут не так глянь. Продолжение следует... Так вот, суть того, что когда говоришь человеку, ну, как бы я хотела переложить этот момент, типа, заберите свой заказ сами, но постеснялась, решила, что вам, наверное, неудобно, должно быть удобно мне спать на потолке, но в итоге не успела то, что планировала, получать что-то типа, ладно, ладно, делай все дела, или как там, извини, или еще что-то, или что-то стеснялась, допустим, первая она была, когда что-то стеснялась, там, что-нибудь такое. Да мы бы сами забрали, да вообще не допускать подобных ситуаций. Получается, в ответ что-то такое, что человек, которого попросили, он помог, сложив свои какие-то дела, виноват в том, что он согласился помочь. Виноват, наверное, в том, что вообще имеет наглость, и что-то делать, и что-то хотеть, и что-то в этом роде. Надо мне это выкинуть. Так как у меня там остались только супер большие чашки, на большинство чашок в мойке, то я налила маленькую чашку. Это зеленый порошковый чай, китайский, который я заварила в чайнике. По идее, его лучше пить с молоком, но я налила очень много чай, и молока лить некуда. Ну, в смысле, его, конечно, изначально-то, если будь оно нормального качества, можно пить и без молока. Просто с молоком оно как-то более-менее похоже на чай. Но внезапно, когда завариваешь его в заварочнике, а не в чашке, просто так вот ложку туда засунул, разрешала пьешь, он как-то больше на зеленый чай смакивает. Я открыла для себя такое. Буду теперь китайский порошковый чай под видом матья, заваривать в чайнике керамическом, а не в чашке. Он просто похож на обычный зеленый чай. А когда в чашке, он как какая-то вот бурда. Без молока его пить вообще нереально. Причем оно постепенно так это растворяется. У меня тут уже где-то одна треть от того, что я засыпала, осталось. Я даже у себя дома убраться как бы не могла вовремя, потому что я собираюсь убраться, ой, надо помочь, ой, надо то, ой, надо все. Не, ну че, тебе трудно, да? Ой, да потом сделаешь. Потом приходит, а ты че еще не сделала? Ну как бы вот то, что я и хотела сделать сама себе, ту же, ту же, пылесос включить и пропылесосить. Мне пришлось делать в этот момент что-то другое. Ой, да это быстро, это всего 5 минут. Ну если это быстро всего 5 минут, ну, включаешь ноутбук, сама делай. К тому же все вроде для работы сделано теперь. Кстати, сейчас узнала, что у меня 20.2. Забыла имя уже, mint стоит. Включила комп, снова с мышкой, другой частью ее на пуск меню. И у меня вылетела вариация моей операционной системы на компе. Я что-то уже забыла. Я еще вчера что-то, ну, когда лежала, сна-то нет, кошка-то скачет. Пытаюсь уснуть, она меня будет. Она вроде как и угомонилась, а где-то там. А у меня уже и сна-то нет. И, кстати, гуарана реально, она действует. Только 11 часам уже вообще вырубает конкретно так. Подносительно можно было вырубиться, но у меня там такая фишка случилась, что на облаке Huawei место заканчивается. Ну, у меня был пробный период, и я сначала думала продлевать за 700 с лишним рублей, 20 гигов, что ли, в год. А потом поняла, что оно, допустим, без Wi-Fi оно не синхронизируется. Без Wi-Fi оно не загружается, там что-то определенное. Фотки исключительно по Wi-Fi. А то, что с интернет, с телефона, оно не учитывается. Там вообще очень много недоработок. Когда я все удаляла, но даже выделение не всегда работало. Вот один раз за все время мне вы... За все 7 с лишним... Сколько там у меня? Ладно. Что-то у меня там... Гигов 7, наверное, фоток этих было. Плюс-минус видео, как еще сколько-то гигов. Все эти 7 гигов, вот этих куча фоток, там 3, иногда 8 мегабайт фотка, и как бы выделяла я их. 10 в ряд, там черное сколько их там было, полторы тысячи у меня на тот момент было, значит, с чем-то. И я один раз только получилось выделить, именно по рядам выделяешь, и все, и тыркаешься. А тут тыркаешься, и больше ничего не получается. Не сразу оно у меня сработало даже на горячие клавиши. Нельзя полностью удалить альбом, надо только поштучно. Очень много недоработок таких, и я решила оставить там его просто как вот драйвер, сам диск туда что-то заливать, вот временно, у меня там висит архив 24 главы Type Магерека. Видимо, что-то было проблемно с облаками, и я заливала туда, для бэкапа. Оно синхронизирует страницы, закладки, у меня там 509 вкладок, закладок, или что-то такое, оно мне говорит, что значит, типа того, что... Или 509 сайтов, которые я посетила, фиг знает, что оно мне выдает уже неделю-вторую, что оно не может синхронизировать закладки, потому что нет места. Я думаю, как нет места? Ну ладно, потом мне пришло буквально 20 с лишним дня назад, уже три дня, получается, а вот сегодня надо было уже, как бы, к сегодняшнему дню, так все надо было сделать по китайскому времени, что из 13,5 гигов мне надо оставить максимум 5 заполненных, а иначе там синхрон перестанет зайти, и вот все эти контакты, закладки, заметки, оно повиснет в воздухе, никакого бэкапа не будет на всякий случай. Я удаляла фотографии, причем через браузерную версию, потому что, с ноутбука, потому что с телефона заходишь, оно тебе перекидывать на приложение. Пытаешься зайти, как просто с телефона, в версии для компа, оно ничего не дает сделать. Пытаешься зайти, четыре раза сканировала этот QR-код, чтобы зайти с помощью телефона, с браузера, с ноутбука в этот аккаунт. В итоге пришлось вводить пароль, потому что оно не считывает, но и толку не дает. Это был уверен, в общем, параноик Huawei, параноик Microsoft. Сошлись. Вместе. Теперь там из пяти гигов только 700 с чем-то занято. С закладками, заметками и прочей так, бухой. И оно периодически мне еще капает до сих пор, что типа вы не делали там какую-то синхронизацию, какую-то копию, версию, еще что-то. Ее надо делать раз в неделю. Когда есть Wi-Fi, у меня Wi-Fi есть, когда я гуляю в районе дома своих родственников, потому что у них Wi-Fi на улице ловится. В смысле рядом дома он проходит, чтобы вы что-то Wi-Fi. А с телефона он не может с мобильной сети. В этот синхрон. Очень удобно. Ну, короче говоря, я лежала без сна. Кошка скачет. Я подумала, что, в общем, у меня есть камеру, когда-то подписчик подарил стримовую, логитех. Я ее так называю, может она по-другому читается. Но мне удобнее логитех. И она живет с линуксом. Но она совершенно, ее не тянет, ни одна винда, ни 32 бит, ни 64 бит. Никак вообще. Я называла Павеларберис, и там какие-то типа скидки. И просто смотрела разные камеры, которые вот... Ну, подпись идет, что типа закладки на добавлял. Думаю, вот свободное время, как-нибудь, полистая, разберу. Идет с Windows. Именно вот. Что и Windows тянет, и нормально там ничего не висит, чисто стримовую. Думаю, может купить к ноутбуку, чтобы... Потому что с телефона, в принципе, удобно. Ну, как бы нормально стримить, с этого я вроде тогда делаю. Но мне самой неудобно, потому что я не вижу эту картинку. Я не вижу, что там... Как бы сильно так вот... Не сильно вижу расплыв, что-то по большей части. И чтобы увидеть, если вдруг кто-то будет писать чат, мне надо телефон к носу подносить. Или как-то приноравливаться, чтобы и телефон... В телефон я попала, и ноутбук с этими вопросами, как бы... С этим чатом не совмещал полэкрана. Думала, что если с ноутбука делать, потому что на самом ноуте очень слабая камера вообще. А так, чтобы через нее... Через экшен, но идет все такое... Рыбеглазное. И, по-моему, там что-то она тоже ее не тянет, или как-то глючит. И микрофон у экшен-камеры, но он не рассчитан на стримы. Вот такие у меня мысли. И самое интересное. Еще недели три назад я очень хотела манго. И сейчас есть деньги. Есть манго по скидке. Ну, мне чего-то не хватает нажать на кнопочку и купить этот манго. Что-то мне вообще так на изюм тянуло. Я не знаю, может с изюма быть... Ну, как бы я до этого изюм ела, и поэтому, если бы я на него была внезапная аллергия, у меня бы сразу покрылась... Там, прыщиками все такое... Тушка. Первый день поедания изюма. В общем, не знаю, что такое. Реакция такая была. Я боялась, думаю, вдруг у меня ветрянка второй раз в жизни. У меня есть сестра одна. По линии дедушки у нее два раза в жизни была ветрянка. Причем второй раз у меня была вот уже в таком... Во взрослом возрасте. На меня она сколько? На четыре года она на меня младше. Весьми 37 и 34. Она где-то вот... После... У меня в 26 лет была ветрянка. А у нее где-то, ну, до 30 была эта ветрянка. Я думала, что у меня ветрянка. У меня в первой ветрянке ногти на полтора сантиметра вымахали. Причем вот эта белая фигня была полтора сантиметра. У меня подружка пришла. Я тут купила себе какую-то лампу. Я решила, что это дешевле делать самой, чем ходить там раз в три недели. В салон красоты эти ногти. Давай я на тебе буду практиковаться. У тебя есть ногти хорошие. Я говорю, не хочу. Я говорю, ногти должны дышать. Когда тебе снимают этот твой ноготь, у тебя там ноготь в каком свой родной состоянии? Хренолом. Я говорю, вот, говорю, я не хочу, чтобы у меня ногти снова стали. Ну, а чего такое? Я говорю, я 26 лет заболела ветрянкой. До этого у меня ногти вообще не росли. Вообще-вообще были жуткие. Словили, сломали свои. Жуть. У меня когда сейчас ноготь обламывается, тут холодильник открывал, что-то как-то неудачно. У меня кусок ногти обломился. И он такой коротенький. Я уже не знаю, как с таким жить. А тогда еще короче были. И тут, значит, я говорю, слушай, через несколько часов после того, как у меня случилось, ветрянка, просыпаюсь с температурой, и что-то мне как-то больно. А мне там на полтора сантиметра ногти вымахали за ночь, можно сказать, за сутки. Тут, я думаю, может, у меня это опять какая-нибудь хитринка, ну, мало ли чего откуда. Ну, вроде как это. Никаких плечей в других местах нету, на мое счастье. Нож, конечно, крем у него, не знаю, срок годности, вроде еще не истек. Ну, это самая та фигня с улиткой, которую я обозревала в пустых баночках. Я думала, там на два раза осталось, а там оставалось еще не на два раза. И вчера вот остатки на меня, на себя вымазала. Только вот если от нее, от нее до этого, там мне все нормально было. Потому что, я не знаю, на что, совершенно. Надо будет потом улажниться с крабиком, промыться, посмотреть, что будет. Я там еще алойка, я, кстати, алойка мне очень помогла, я царапку на ноге. Обарила ножки, помазала кайлашиком ранку. Потом протерла каким-то там тоником, самопальдом своим. А потом, ну, на ватку налила, на ватный диск, немножко алоэ геля. Ну, геля вот этого, с алоэ, для лица и тела, и всего такого, который не смывается. Ну, типа, как крем. Придавила эту ватку к ранке, надела носок хлопковый, короче. И потом спала с ним в одной ноге носок, в другой ноге без носка. И сегодня сняла, и вот, ну, вообще, по ходу дело все прошло. Я ее даже не нащупывала, а то вчера и ходить-то было больно. И неудобно, и в тапке даже сидеть было неудобно. С этой кошкой одни проблемы. Не, я ее люблю, хорошая кошка, когда не хулиганит. Не дерет обои. А то она на стенку сейчас забирается, и так вот. Ну, в смысле, стенка, которая вот эта, шкафчик. Мм, желтый-то цвет я хотела посмотреть, как он. О, желтый цвет. Яркий желтый цвет. Вот на ноте яркого желтого цвета, блин. Ярко. И закончим. А, я еще там нашла какой-то свет такой. Ну, как если, допустим, полный рост в мозге обогревать. И свет этот на штатив ставить. Я буду потом в закладках вайдериться глянуть. Поближе, что на самом деле это за свет. Ну, в смысле, какой он на самом деле размером. А то иногда смотрела на зоне, такой красивый, большой. А потом на фотках этих самых покупателей, он вот такой малюсенький. Что им освещать? Одна треть телефона. Спасибо, зритель, тебе за компанию. Надеюсь, ты вдохновился на пожрать, несмотря на то, что я тут какие-то непонятные темы поднимала. Ну и, пока.